В Белгороде на трассе Олимпия прошел финал Кубка России по лыжероллерным гонкам. На соревнования приехали 128 спортсменов из 20 регионов. В их числе мастера спорта международного класса, победители чемпионатов и Кубков России, Европы и мира. В лидирующей пятерке у нас Воронежская область, Московская область, Москва, Белгородская область. Вот эти претенденты, кто завоюет Кубок в командном переносе. Самые зрелищные гонки у лыжероллеров – это масс-старт. Первыми бежали женщины 20 километров. Группа лидеров определилась сразу. Это Ксения Конохова, мастер спорта международного класса из Великого Новгорода. Оксана Шаталова, наша землячка, перворазрядница из Белгорода. И Елена Эктова, мастер спорта из Санкт-Петербурга. Девушки попеременно выходили вперед, но в итоге сказался опыт и мастерство двукратной чемпионки и обладательницы Кубка мира Ксении Коноховой. Она заняла первое место. Второе у нашей Оксаны Шаталовой. А третье у петербурженки Елены Эктовой. Я уже вчера, в принципе, вечером подумала над тактикой гонки, где надо ускоряться. Ну, зная немножко слабые места девчонок, выбрала и ту часть, где будет тяжелее всего всем, в том числе и мне, но надеялась, что у меня получится уйти в этот момент. Гонка отлично сегодня получилась. Рабочие круги хорошо с девчонками поработали, менялись постоянно. Ну, и в итоге у нас был финишный подъем, там, где мы разбирались. Где, в принципе, мы все и разместились по своим строчкам, по своим местам. Как оцениваете свои выступления? Довольны? Довольны. Очень довольны. Ну, а все-таки первое место, ну, желание, что, наверное, есть победить. Ну, как это? Желание, конечно, есть, но девчонки все, вот первое место. Девушка, мастер спорта международного класса, массильная, с ней можно бороться, но еще пока мне не хватает. Мужчины бежали 30 километров, но у них интригующий масс-старт не получился. Илья Безгин, мастер спорта и чемпион мира среди юниоров из Москвы, захватил лидерство с первых кругов, оторвавшись от основной группы более чем на минуту. В итоге время победителя Ильи Безгина на финише на 49 секунд оказалось лучше, чем у серебряного призера, которым стал Сергей Ячков из Рязанской области. Третье место в масс-старте занял Иван Зубков из Московской области. Ну, у меня в этом году, во-первых, сезон он первый в мужской группе, потому что предыдущий сезон я соревновался в юниорских категории. Во-вторых, ну, достаточно тяжело начинался сезон, зимы была травма серьезная. Затем постепенно вкатывался. И получилось достаточно, я считаю, что хорошо провести этот сезон, потому что уже почти он заканчивается. Это последний всероссийский старт такого уровня. Так что я считаю, я могу себе поставить твердую пятерку за этот сезон. Финал Кубка России по лыжероллерным гонкам проходил в десятый раз. В нем участвовали 7 мастеров спорта международного класса, 26 мастеров спорта, 56 кандидатов в мастера спорта и 39 перворазрядников. Многие из которых выполнили не только норматив кандидатов, но уже и мастеров спорта. Как, например, Оксана Шаталова из Белгорода, ставшая серебряным призером Кубка России по лыжероллерным гонкам. Спасибо. Спасибо. Спасибо.